Друзья, я нахожусь около Смоленского пассажа, где проходят распродажи «Сумасшедшие дни Стокман». В прошлом году я тоже здесь была. Посмотрим, как сейчас дела. Но вот люди выходят с желтыми пакетиками. Это радует. Сейчас посмотрим. Я нахожусь в Стокман. Здесь проходят «Сумасшедшие дни распродажи», которая началась сегодня, в среду, 9 октября. Сначала начнем обзор с первого этажа. Посмотрим, что здесь. Здесь представлена фирма «Белуччи». Это российская фирма. Далее чемоданчики. Чемоданчики. Ой, простите. Чемоданчики самые недорогие. Получается 10 тысяч. И чехлы. Чехлы 1290 рублей. Так, на нижнем этаже кафешки. Это не относится. Даже не знаю, что взять. Сумку или тележку. Так, возьму сумку. Надеюсь, тележки еще где-то будут. Вот такие какие-то тканевые теперь сумки. Так, здесь просто обычные коллекции. Вот и вот наши корзиночки пошли. Так, всякие сладости. Цены вот такие. Карамель 220 рублей. Мармелад жевательный 200 рублей. И всякая химоза. Друзья, я иду поснимать, пожалуй, вначале женскую одежду. В этом году, кстати, народу намного больше. То ли в прошлом году была в другой день какой-то. А сегодня среда. Первый день распродажи. Народу так прилично. В Смоленском пассаже. Ну, здесь ужас-ужас. Какое-что-то аурана за 5 тысяч. Джемперы. Тоже примерно в такую же стоимость. Брюки вязаные белучи. 5 тысяч. Так, свитер. Это все представлено. Одна мак. Аурана. Так, цены. Брюки вот такие. Джерси. 3,590. Кофты за трапезные. За 5 тысяч. Футболки с длинным рукавом. 1190. Ну, водолазки еще ничего. Ну, это как бы такое чего-то. Классика. Так скажем. 3 тысячи. И всякие футболочки этой же фирмы. Так. Белье. Так, мельком сейчас посмотрю, что тут есть, какие фирмы. Дурина. Дурина. Гес, как обычно. Спидель. ОВС. Купальник слитный. Я помню, он был уже на распродаже. Опять их, видимо, не распродали. Опять их вывесили. Так, домашняя одежда. Шорты пижамные. Сприт. 1590. Империя Армани. Футболка. 4 тысячи. Так. Переходим к Джинсу. Там Тейлор. 4 тысячи. И толстовки. Пришла в отдел обуви. Посмотреть, что есть. Какие цены. Испания. Вижу вот такие. Цена 11. Они такие смешные. О, тяжелые. Но хорошая подошва такая резиновая. Десятка. 10. Такие 18. Томикел Фиггер. 14. Ну, такое себе. Не очень. Вот эти выглядят прикольно. Но вообще непонятно. Они холодные. Насколько чего хватит. Ценник, конечно, 17. Так, вот такие ботиночки. Но осенние. 14. Да. О ценах, как раньше, нам только вспоминать, когда были за 7, за 8. 15. 15. Так, что еще? ГЕС. Здесь 10 тысяч. Такие 13. Ну, эти хоть такие помощнее. Вот цена показываю на ГЕС. Так, а это все абрикот. Ну, крайне мере, вроде как кожа. Цены точно так же 11500, 12400. Так, хочу вот показать. Нашла ЭКО. Кто фанат ЭКО? Такие вот ботиночки. Это, по-моему, ноутбук. 9,990. 10 тысяч. Так, это все ЭКО. Выглядит так себе, что-то как-то с какими-то швами на резине. Вообще, я не знаю. И здесь тоже отливают их в какой-то форме. И даже на этих. Вот видите, спереди, да? Вот эти еще ничего. Ну, в общем, ЭКО много стоит. Захвачу немного отдел для дома. Понравился мне этот уголок по цвету. Ну, в принципе, цены приемлемые. Так, цены показываю. Вот ковер маленький, средний и, видимо, побольше. Коврики преддверные. 690 рублей, 890. 2190. Такие вот плетеные. Вот такие побольше ковры. Так, вот цены. Ковры в этом году мне нравятся. Такие красивые серые. Всякие оттеночки. Прикольные. Вот такой вот пушистенький еще. Помещаюсь на нижний этаж. Получается, второй с едой. Сейчас посмотрю, что здесь. Так, шоколад. Получается, что в этом году стоит 495 рублей. Вот этот. Гейша. Я так понимаю, что... А, 540, скорее всего. И все вот эти коробочки. У этих, видимо, цена 410 рублей. Пластиночки такие. Но они вкусные. Так, вафельные трубочки. 500 рублей. Всякие печенюшки. 240 рублей. Печенье сэндвич. 200, 470 рублей. Такие печеньки. Здесь почему-то нет ценника. Джем. Скандинавский лимонный имбирный. О, а вот это, кстати, вкусно. Брусника апельсин. И скандинавский лимонный имбирный. Что еще? Арахисовая паста. Но она стоит 500 рублей. Пожалуй, я откажусь. А вот кофе, который я брала. 390 рублей. А вот этот я в прошлом году... Ой, на предыдущую распродажу брала. Вкусный мне понравился. Я брала пекан. Сейчас можно попробовать, например, какой-то другой вкус. Мне дочке не понравился. Черри, вот, может быть, вишневый тогда. Понятное дело, что это отдушки. Кукурузные шарики, снеки 200 рублей. Чипсы 170 рублей. Ну, я брала обычные нормальные чипсы. Ничего такого. Такое впечатление, что это все с последнего раза сюда все. Положили то, что осталось. Шоколадный напиток. Горячий шоколад 400 рублей. О, вот есть какая-то шоколадная паста. Не знаю, сколько она стоит. Ценника нет, честно сказать. А теперь такие продукты соленого происхождения, а не сладкого. Острый соус чили 390 рублей. Протертые томаты 300 рублей. Так, я их, кстати, брала дальше. Соус жгучий 150 рублей, терияки 180 рублей, устричные 180 рублей. Так, такие соусы есть. От 140 до 180 рублей. Оливковое масло 740 рублей. Так. Квашеная капуста. Да, ее продавали в прошлом году. Аджика. Так, каперс. Каперса 200 рублей. Так, песто зеленый и красный. 290. Друзья, всем привет. Я иду традиционно на сумасшедшие дни в Стокман. Сначала я ходила в Суалинский массаж. А сегодня суббота. Иду в Мегу. Теплый стан. Мы снимаем немножко. Так, я нахожусь в Меге Теплый стан. Здесь вот так вот украшены витрины шариками. Ну, народ есть. Есть. Сейчас зайду. Посмотрю. Народу даже много. Зимние, осенние ботинки. Так, Бронкс. Это уже такая подороже. Здесь Эверби. Такие бюджетные сцены. Ничего, вроде бы. Цены вот. Так, продолжаю обзор. Тут фирма Аш. Стоят они, как всегда, дорого. Здесь есть Кельвин Кляйн за 16 тысяч. Томми Хилл Фигер за 17. Ну и так далее. Также есть Эко, который теперь как-то выглядит не актив. Такие говнодавчики. Вот цены. Перемещаюсь в другие отделы. Наконец, долго была здесь, в обуви. Средства для дома. Не помню, показывала я в Смоленском пассаже. Чистящие средства для изделий из нержавеющей стали. 290 рублей. Кстати, вот мне оно нужно. Это точно. Надо будет взять на обратном пути. Как всегда, всякие чистилки. Средства для чистки стеклокерамики и стали. 390 рублей. Жидкость для мытья детской посуды. 675 рублей. Утепляемся вместе с 2 литра. Тут рядом еда есть. Чипсы. 170 рублей. Не упустите выгоду от нового, как на эти детские. Я в прошлом году брала. Курузные колечки. Печеньки. Курузные палочки. Это не очень интересно. Готовы к сумасшедшим ценам на шубет? Тогда обратите внимание на коррекцию для девочек осенней. Для четвертого синего цвета. Вот это хорошее, Майори, средство для мытья посуды. Его, кстати, не так много осталось. Цена составит всего 7990. На стиле безупречное качество. Еще одна привлекательная позиция. Это розовое платье для устранящих принцесс. А там 1990. Ищите модель сумасшедшей желтой лебеды. Уже в столбах. Ведра, щетки. Швабра сжима. 3690. Так, сушилка. Не знаю, не вижу цены. Кому нужна сушилка либре. Так, бальзамы для стирки спортивной одежды. Салфеточки всякие. Мыло пятен. На основе желчного мыла. Концентрированный стиральный порошок. 3 килограмма. 2200. Так, вот Либи вроде более-менее выгодный. 420 рублей. Капсула для стирки 760 рублей. Кондиционер для белья 420. Так, здесь продолжение с другой стороны. Капсула для стирки Топ Храус. Не вижу цен. Могут кто-то не видит сам. Это гель для стирки полтора литра не очень выгодно. Перешла в женский отдел на второй этаж. Так, здесь все чинские шапки у нас. Ну, например, вот такая шапочка. 1690 рублей. Шапок достаточно много, кстати. Кепки всякие. Так, пуховики. Пуховики 16, 18, 19 тысяч. Сейчас покажу поближе. Фирма Ави. Эсприт 14 тысяч. Ну, выглядят совершенно обычно. А урана, пульта, пуховик 17. С мехом Гелкс уже 25. Куртки тоже 17 или 21 590. В общем, порядок цен понятен, да? Все, на этом здесь заканчивается продажа пуховиков. Цены показали. Курточки выглядят вот так. Белуччи лежит полно с Юриксом. Белуччи, кто любит, пожалуйста, но... Такая специфическая марка. Yes. Представлено, что есть. Цены вот. Рыжак, мне кажется, поставили просто так. Похож на кожаный, но... Не знаю, сейчас посмотрю. Рыжак еще такой. 15 тысяч. Полиуретан. Похоженный, наверное, 35 дед был бы стоил. Переместилась к фирме ГЕС. Здесь вот такая симпатичная курточка есть, но на ней нет желтого ценника. И случайно повесили. Так, цены на ГЕС вот. Сейчас фокус. Фуфайка. 2 590 ГЕС. 7 290. Такой мятный цвет, нежно-мятный. Здесь что-то, толстовки на молнии. И какие-то брюки, которых я не вижу. Цены вот такие, ГЕС. Перемещаюсь с джинсом. Здесь Марко Поло. А, но ценники. Ценники на футболке. А, вот джинсы Марко Поло. Почти десяточка. Новинка дня. Марко Поло. Джинсы 7 590. Давайте подешевле. Так, все, здесь пока ничего интересного. Теперь я дошла до марки Сабрина Скала. Пуховик 26 тысяч. И 16 тысяч. Этот потому что с мехом. Ну, пожалуй, для этой фирмы, наверное, нормальная цена. Мне почему-то кажется, что она всегда так стоила. Кельвин Кляйн, фуфайка, крюки и толстовка. Ценник. Томель джинс, курточка. 19 тысяч, ну, считайте, 20 тысяч почти. Такая сумочка. 9 тысяч. А без распродажи, якобы, она 15. Здесь галтеры. Отдел нижнего белья. Цены в этом году вот такие. Пришла к марке Десекваль, кто любит их стиль. Всякие цветы, бабочки. У меня тоже есть кое-что из этой марки. Так, ценник вот такой. Платье 6,990. Дорогие друзья, добро пожаловать. У файка 3,490. Франко Велло. Какие-то такие дамские совсем куртки. Не знаю, что за фирма. О, пеппи джинс. Кстати, мне кажется, я давно не видела. Толстовка 6,990. Но она вообще никакая. Такой стиль old school. S. Oliver, курточки. 5 тысяч. Несколько цветов. Но, скорее всего, не пуховик, как у Николая. Просто написано утепленный. Здесь Оливер. Такой бюджетный вариант. Она вот такие. Кто знает эту марку. Красивый вот такой отлив у куртки. Так, здесь опять Аурана. Какая-то марка Loft. Что-то такое. Видимо, молодежная какая-то серия. Не знаю, что это. Ну, ничего, выглядит симпатично. Блуза 2,490. Джинсы 3,990. Это, может, подростковая какая-то серия. Толстовка с капюшоном 4,690. Дошла до шапочек и шарфиков в Фабретте. Цены вот такие. Рукавица 990 рублей. Шапка 1990 рублей. И 1490 рублей. Какая-то марка Катана. Не знаю, что это за марка. Перчатки. Зон 6000 москино. Так, ну и здесь опять еда. Всякая вкусная. И невкусная тоже бывает. Колготки, гольфы всяческие тоже представлены. В этом году достаточно много. Тут сколько? 12 корзин даже. Пожалуйста. Но я не буду снимать. Перехожу лучше в детский отдел. Детская всегда интересная. Здесь представлен Кельвин Кляйн детский. Футболка 2,590. Толстовка 6,990. Брюки детские. По 6,5 тысяч. Толстовка тоже. Вес. Болочки. Кельвин Кляйн костюм. Такой фиолетовый. Джиокко. Фирма представлена. Мальчишеская всякая. ОВС. Такая недорогая бюджетные брюки, всего лишь 1000 рублей. Толстовка 1500. Не знаю, дойду ли я до мужского отдела. Детские. Также есть бенетон, футболка 890 рублей. Дошла до детской зимней одежды. Так, цены вот такие. Парка Рейма до минус 20, 8 490. Выглядит это все дело вот так. Также висит Кэри. А, это Кэри. Значит, какая-то другая. Так, Рейма. Парка 8 490 до минус 20. Тоже какая-то из них. Вот Рейма вижу. Да, вот это они и есть как раз. Так, вот это все здесь. Вот они все комбинезоны. Комбинезоны, сейчас скажу, по 20000. Фирма Мола вижу. Да, вот они по 20. Кэри 10. Шапки Рейма 2000. Шлем. Варежки 1800. Такие блестящие. Кэри комбинезона 11. Рюкзак 12000. Также здесь есть Tommy Hilfiger. Всякие деловые сумки, рюкзаки. Цены. Сумка на плечо 7600. Сумка бизнес 18. Рюкзак 12. Такие варианты. Цены вот. А если захочется более простых базовых вещей, то у DC Гвал найдутся и они. Тут уже подразобрали, видать. Карл Лагерфельд еще вот. Сумка на плечо. Такое бывает довольно-таки на сумасшедших дня. Прийдите купить, пока модели в наличии. Армания. Мягкий костюм в спортивном стиле нужен каждому. Это идеально для профилов. Обувь. Все они такие. Ну, как и в женских. Эко абрикот. Кстати, я думала абрикот это только женское. Оказалось, что это мужское. Тоже есть такая. Ну, выглядит нормально. Ничего. Классика. Абрикот еще сзади стоит. Подробные я не буду мужское показывать. Вот так пройду. О, New Balance. Но выглядит странно. Такое себе 11000. Вот эти мне нравятся больше. Какие-то по чуму. В доме. Вот эти ботиночки симпатичные. Эти, наверное, дорогие. Соник не вижу. Всякие толстовочки. Сейчас подойду к корзинкам. Вот всякие шапки. 1500. Сумочки. Абрикот, рюкзак. Ой, симпатичный, кстати. У меня такой блестящий был. А, коричневый. Рюкзак 4550. И 4190. ОВС. Цены вот такие. ГЕС. 3290. Выглядит вот так. Томми Хилфигер. Армани. Цены вот такие на 3 штуки. То есть по 1000 где-то получается. Бугатти, ГЕС. Разные-разные. Вот 1000 рублей за 2 пары. И 2000, вижу, есть. Пенетон. Толстовки. 4000. Марк от Диради. Это, по-моему, какая-то, если не ошибаюсь, новая марка. По-моему, вот она несколько лет пришла, как этот локдаун произошел. Свитера. ГЕС. Как всегда на манекене. Так, мужские джинсы. 8. Фуфайка 3500. И еще фуфайка 3. Куртки. Так же, как и в женском, выглядят. Такие же. 14000. ГЕС. Зимние. Фирма. Ма. Церини. 14400. Марко Поло. Ну, кстати, для Марко Поло ничего, курточки. 13000. Такая. Вот что, мне кажется, здесь недорого, так это вот марка Бугатти. Сорочка. Ну, сорочка 5490, в принципе, оно так и стоило. А вот джинсы Бугатти 7290. В принципе, мне кажется, это нормальная цена для Бугатти. Как ГЕС. Или как Томми. Хилфигер. Ну, для сорочки, наверное, для такой может быть дороговато. Не знаю, как. Напишите свои комментарии. Так, всяческие футболочки. Лонгствилы. Флок с длинным рукавом 1690. Разные цвета. Такой мы раньше покупали, кстати. Мужу. Были разные прикольные. Цены были не такие, правда. Разные размеры. Разные цвета. Друзья, и завершаю свой обзор в мужском отделе. Это, значит, марка представлена Томми Хилфигер. Джинсы 11 тысяч. Джемпер 11. Футболка 4. Что-то Томми Хилфигер сильно подорожал. Такой вот образ на манекене. Вот цена. Не знаю, что это за фирма. Джемпер 11 тысяч. Такие дядечки наряженные. Брюки рабочие. 8 тысяч. Я направляюсь в товары для дома. Это такой отдельный здесь отдел. Подушка меховая, плед. О, какие милые чашечки. Кружка и анимал с 490 рублей. Клевые. Смотрите, какие красивые. Одежду не так интересно смотреть, как товары для дома. Извиняюсь за фокус. Фокус у меня в телефоне плохой. Богемия. Телефон подустал. Я сегодня уже много сняла. Так, идём к нашим жёлтым ценничкам. Бокалы. 1790 рублей. Богемия. Страшно здесь идти с тележкой. Вот, хочу я посмотреть, что я вспомнила эту кофеварку маленькую. Здесь они тут есть. Пока не вижу. Так, это что? Блендеры. 14 тысяч. Тёрка электрическая. Вафельница сэндвич. 5 тысяч. Мельница для соли и перца электрическая. Вот они, эти кофеварки, по-моему. А, нет, это не оно. Это изотермическая кружка. А была такая ещё. Вон она. Сейчас, сейчас. Вот они. Вот они, кофеварки. Мини. Делать эспрессо. 5900. Стоит красный цвет и серый цвет. Максимальная порция 70 грамм, по-моему, если не ошибаюсь. Так, вот такие. Здесь ещё кофеварки. И такие цены. О, капельная вон. Маленькая, оказывается, она такая. На фотке я думала, что она большая. Эти, конечно, красивые чайники. Ставлю сюда. А кофемолка, наоборот, я думала, меньше. Она вон какая. Такая побольше. Ну, такая тяжёленькая. Ну, нормальная. Что здесь ещё? Фены представлены. Это что? А, звуковая зубная щётка. Фены. Вот сцена. Ультрафиолетовая сушка для обуви. Кондиционеры, шампуни, крема, пярук. Латинчики. Всякие. Халатики. О, кстати, для Ван Дайк это, наверное, не очень дорого. Шесть, девятьсот девяносто. Кимоно. Ещё здесь была подушечка пуховая. За пять тысяч, наверное, их разобрали уже. Ван Дайк 4,600. Ну, нормально. В принципе, для кого-то, кто пользуется. Пойду посмотрю, пожалуй, костельное бельло. Давно я смотрела. Какие цены. Цены, значит, полуторный комплект. Семь тысяч. Какой ещё вариант? Четыре тысячи есть. Двухспальные есть. Пять тысяч вот такой. Однотонный. Что-то разбили. Ну, ничего так смотрится. Сдержанно. Чёрно-белое вот вижу. Пять тысяч. Так, простыни. Цена от тысячи семьсот девяносто и до двух семьсот девяносто. Так вот так выглядит. Что-то у меня коричневое. Это не очень. Подушка посередине. Так, это бельё мне уже не нравится. Цветное. Ну, так, для просвещения можно посмотреть. Бассетти всегда симпатично делает. Бассетти вот ценник. Кто интересуется, наволочка две пятьсот девяносто. Это по распродаже. Полутораспальный комплект. Одиннадцать тысяч. И двухспальный пятнадцать тысяч. Вот сбассетти. Джозеф-Джозеф. Традиционно есть. Подушки. Четыре шестьсот. И все, я пришла в кассу, ребят. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.